Уважаемые друзья, гости, братья и сестры, дорогие сердцу моему, Саша и Вика, в этот такой прекрасный день, где вы сегодня уже улыбаются, да? Это очень хорошее время для нас, и особенно для меня. Я хочу вас, конечно, поздравить с этим прекрасным днём. Почему я сказал, дорогие сердцу моему, потому что очень часто вы были в моём доме, очень много у нас было с вами определённых и разговоров, и в своё время, чем мог, наставлял вас. И мне сегодня так радостно, когда я вижу, что вы делаете всё правильно. Как сегодня уже брат Михаил сказал, что всё делайте с молитвою, и дай Бог, чтобы вы её продолжили. Мне хочется несколько внимания уделить на то, как мы строим. То, что вы уже до этого дня дошли, это часть вашей жизни. Вы сегодня видите результат ваших молитв, вашего хождения, вы видите своих друзей, вы видели сегодня бракосочетание, вы всё уже видели, может быть, через время вы ещё просмотрите, и это будет хорошим для вас, как бы, напоминанием. Но вопрос стоит в другом. Вы стали в такую жизнь, которая вам вообще непонятная. Если сегодня смотреть на строительство домов, вы видите, что все дома строятся по-разному. Если только один проект, тогда эти дома похожи друг на друга. И мы видим, что очень редко строятся дома по каким-то одноплановым проектам. Точно так и христианская жизнь. Оказывается, то, что вам сегодня было сказано, я вам скажу, это не так легко выполнить. Я вам заранее говорю. Очень нелегко. Я хочу вам сегодня пожелать «Та радость, которая у вас есть, вы сохраните. Но знайте, что с завтрашнего дня вы должны строить дом свой. Строить». Сегодня молодёжь спели такую песню, братья наши часто поют такую песню. Я очень люблю там слова такие, как мы строим дом. И вот для того, чтобы вы строили дом, не давайте слабинки, я вам скажу, даже на пять минут. Себе. Себе. Не думайте, что всё будет хорошо. На вашу и на всех христиан жизнь претендует враг душ человеческий. Его тактика человека сбить. И его тактика сбить с самого утра человека. На один градус. А к концу дня вы посмотрите, куда этот градус уведёт. И поэтому моё пожелание, я не простые слова говорю. Знаете, за многие годы я видел многих молодых людей, холостяков и холостячек. Но сегодня, я вам скажу, можно со слезами говорить. Почему женитьба и замужество повлияло на их жизнь? Они сегодня не в служении. Их нет на молитвах. Их жизнь не в упрок сказана. Она не соответствует Писанию. Иногда думаешь, ну кто помешал? Жена, муж. Можно обвинять кого угодно. Но оказывается, мы кто-то, кто-то из нас дал слабинку врагу душ человеческих. Мы просто упустили Божье Слово. Муж пошёл за женой, жена пошла за мужем. Кто-то дал слабинку. Потом ради мира в семье, ради уважения друг к другу мы как-то соглашаемся. Знаете, и вот так пошли. И есть место в Священном Писании, когда-то Валаам такой совет дал цару Моавицкому Валаку. Говорит, слушай, ты подружись, ты с ними не воюй. Ты просто подружись с ними. И знаете, они подружились. И через время народ израильский начал страдать. Это говорит нам о чём? Воевать нам придётся. И нужно воевать, Вика, и тебе, Саша, и тебе. И война будет происходить в ваших мыслях, в вашем сердце, в вашем характере. Это всегда война и борьба. Мой вам сегодня совет, моё огромное пожелание. Сохраните ту любовь, которая сегодня у вас есть, строя свой семейный дом. На основании всего проекта и священного Писания. Не думайте, что всё будет хорошо. Строительство, это и фундамент, это и стены, это крыша, это всё основное, и всё второстепенно, оно будет в вашей жизни. И если вы построите свой жизненный, семейный, христианский этот дом по проекту Писания, Саша и Вика, я уверенно скажу, вы всегда будете приносить Богу плод. Вы всегда будете счастливы. А то, что нужно где-то пострадать, это обязательно. Без страданий, слушайте, невозможно. Я не говорю о каких-то болезнях, я говорю о том, что нам нужно в любой работе, где-то рано вставать, где-то больше работать. Я думаю, что, Саша, вы тоже живёте в доме, хозяйство есть, иногда папа твой радуется, что Саша хороший помощник. Но я уверен, что не всегда тебе хочется, знаете, сделать то и другое, но ты из уважения, из тех принципов правильных, ты делаешь, знаешь, и это правильно, и это тоже часть каких-то соглашений, страданий. Иногда смотришь, молодые люди, они чуть-чуть, знаете, вот слабинку дадут тебе, увольняются с работы или ещё куда-то, они думают, ну, я лучше сделаю. Нет. Это говорит о том, что мы боимся, знаете, встать в 6 утра, в 5 утра, ещё куда-то, не понимая, что через определённое время, оказывается, в 5 часов утра вставать, это самое просто. Это вообще даже не сложно. Есть, оказывается, намного серьёзнее вопросы, когда, оказывается, ты лучше не спал, чтобы всё было хорошо. Оказывается, знаете, нам нужно соглашаться с Писанием, поэтому строить это, значит, соглашаться с Писанием вопреки нам, себе, любимым, потому что у нас есть чувства, у нас есть эмоции, у нас есть характер, у нас есть я, и вы не думайте, что вы его так вот в самое утро скажете, ты молчи, а я буду строить. Ага. Вот тут-то он вам и покажет, как нужно строить. Поэтому препятствие будет, ещё раз напоминаю, это о ваших мыслях, о вашем характере, о ваших чувствах. И поэтому многие не сдали этот экзамен. Сегодня многие пошли по другому проекту, и можно посмотреть, как я уже сказал, как в нашем городе строятся дома, и они разные, вот точно так в христианской семье. Все по-разному. Зайдёшь в дом, вроде, слава Богу, все говорят, а ты почувствуешь, здесь Господа нет. Зайдёшь в другой дом, там что-то другое, в третий, и ты понимаешь, где-то что-то упущено, что-то не построили. Моё пожелание, Саша, Вика, то, что вы имеете, это Бог дал. А с сегодняшнего дня Бог захочет видеть плод от вас. И поэтому старайтесь уже с сегодняшнего дня брать на себя ещё больше крест, служить Богу, принося Богу плод, и от этого ваша жизнь, она будет замечательной, полноценной. радость будете получать уже от Господа, от Господа. Нет каких-то приобретений, нет каких-либо ещё удовольствий, это всё будет, оно всё в своё время будет дополняться, но совершенная радость это в Господе. Вы пережили это, но стремитесь к большему. Пусть Бог благословит, и всем вам, уважаемые молодёжь, стройте, стройте свою жизнь правильно, до брака, и после брака старайтесь не упускать, потому что сегодня, я вам скажу, очень печально смотреть, многие сошли, многие ставили строить не по Писанию, и от этого сегодня хромают, семьи стали маленькие, неуютные, знайте, квадраты у нас строили, а там, знаете, пыль только собирается в этих квадратах, пусть лучше детки бегают, пусть покричать, пусть порадуются, пусть страна наша и наша церковь, и наши церкви будут возрастать, это говорит о том, что мы влаживаем, мы строим, мы делаем всё правильно, пусть на малых квадратах будет много живых душ, нежели на больших квадратах будет одна душа или две. Моё сегодня вам пожелание, стройте, не бойтесь, любите Господа, выполняйте все Божьи принципы, и поэтому в вашей жизни будете видеть радость, поэтому печально для родителей, печально для служителей, когда молодые люди, холостяки, холостячки ходили, молились, радовались, а сегодня они пошли по совсем по другому проекту, это печалит всех, кто заботится вообще о строительстве христианской, христианском, поэтому пусть Бог вас благословит, и поэтому я желал бы, чтобы ваша жизнь, она возрастала, возрастала, и возрастала в познании Бога, да благословит вас Господь, стройте ваш дом правильно, аминь.